Здравствуйте! Ну что, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на встрече Клуба любителей чтения «Рыцарь книжного стола», который объединяет книголюбов и популярных авторов. И сегодня в рамках нашего клуба состоится встреча с известным российским писателем, прозаиком, доцентом литературного института имени Горького, обладателем премии «Студенческий букер», «Национальный бестселлер», а также премии Аполлона Григорьева, финалиста премии имени Белкина, также номинированного за роман Холла в журнале GQ на премию «Человек года» в категории «Писатель года» Андреем Геласимовым. Спасибо! Здравствуйте! Ура! Андрей Геласимов является одним из самых искренних прозаиков в современной русской литературе. Книги Андрея Геласимова переведены на многие языки мира, и практически вся его проза экранизирована. Андрей Геласимов был признан самым популярным писателем во Франции, российским писателем, на Парижском книжном салоне, если я не ошибаюсь, в 2005 году. Филолог по образованию, он также закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Как мы знаем, Андрей Валерьевич работал доцентом кафедры Якутского университета. Преподавал стилистику английского языка и анализ художественного текста. В 2010 году Андрею Геласимову был вручен знак отличия Республики Сахая-Якутия «Гражданская доблесть». Практически Андрей Валерьевич наш земляк. В 2019 году Андрей Геласимов стал автором тотального диктанта. В связи с этим, друзья, хотим напомнить, что 17 октября у нас состоится тотальный диктант 2020. Всех ждем. Ну а сейчас, уважаемые поклонники творчества Андрея Геласимова, вы можете задать свои вопросы в чате, либо воспользоваться опцией «Поднять руку». Ну что, начнем? Вопросы созрели уже. Сразу, наверное, с вопросов начнем, да? Слушайте, а может, пока задают вопросы, я скажу несколько слов? Да. Ну, пока читатели созревают, да? Потому что, во-первых, мне хочется поздравить земляков. Мне всегда очень приятно общаться с родными якутянами. И хочется поздравить их с одной очень важной вещью. Буквально позавчера был триумф якутского кинематографа на Кинотавре. Наверное, вы уже знаете, что фильм из Республики Саха взял главный приз Международного кинофестиваля Кинотавр. И еще несколько призов за лучшую женскую роль и там еще что-то. В общем, это триумф якутского кино. Я ужасно рад, я горд, я счастлив, что это произошло. А вот не далее, как неделю назад в Москве на книжной ярмарке вот эта якутская книга издательства «Бичик» получила главный приз в номинации «Нонфикшн». Эта книга называется «Якутский холод». Мне ее подарили коллеги из издательства и еще подарили вот такие замечательные наши родные очки. Я в них хожу иногда по Москве. Вот, поэтому, ну еще с учетом того, что два года назад еще один якутский фильм был триумфатором Московского международного кинофестиваля, я имею в виду фильм «Царь рыба», мы можем говорить о том, что якутское кино – это уже не просто прорыв, это уже абсолютно традиционный феномен не только в российском кино, но и в мировом кинематографе. Я очень горд за земляков, рад и уверен, что впереди «Оскар», друзья, и Венецианский кинофестиваль. Да, спасибо большое. И вопросы? Ура, действительно, ура. Какое место, Саина Монастырева спрашивает, какое место в вашем творчестве и в вашей жизни занимает роман «Кола». Подираетесь ли вы дальше писать о севере? В свое время, когда этот роман вышел на русском языке, но он получил какие-то хорошую прессу в Москве, здесь в России, был номинирован на «Большую книгу», вошел в список, в длинный список большой книги премии Букера, а потом, когда его перевели на английский язык, у него был хороший успех в Соединенных Штатах на платформе Амазон. Я очень горд тем, что я сумел якутские реалии донести до американского читателя, потому что там я довольно долго, этот роман стоял в топе скачиваний на платформе Амазон США. Мне это было очень приятно. Более того, вы знаете, ну вот я поделюсь, я еще пока никому не говорил, расскажу землякам. Буквально полгода назад из Парижа прилетела актриса Фанни Ордан, я думаю, быть может, кто-то знает это имя. Это замечательная французская актриса классического кино, она сейчас уже пожилая, но она играла в таких фильмах Франсуа Трюфо, как «Соседка» с Жераром Депардье, главной роли. У нее есть различные призы Каннских кинофестивалей, она действительно великая актриса мирового кинематографа. И вот Фанни Ордан, приехав в Москву, попросила, чтобы ее познакомили со мной. Я сейчас расскажу всю историю. Мне позвонили из французского посольства, сказали, вас хочет видеть Фанни Ордан. Я очень удивился, конечно, мне было приятно. И мы с ней встретились в одном кафе, здесь в центре Москвы. И она принесла с собой французский перевод романа «Холод». И примерно час она рассказывала мне о том, как она любит этот роман. И где-то в середине этого разговора она даже, когда она говорила о самом холоде, и о том, что переживают наши с вами земляки в наших очень непростых климатических условиях, она даже заплакала. То есть, мне кажется, мы достучались не только до американских, но и до французских сердец. Я этот роман во Франции представил в феврале этого года. Он только что, буквально в марте вышел в Париже. Хорошо его принимает критика, читатель. Было очень много на парижском салоне в феврале у меня пришло людей. Я им рассказывал про Якутск, про ту сложную ситуацию, которая вот случилась много лет назад при аварии. В общем, это все вызывает интерес. Я надеюсь, мы рассказываем мировому читателю какие-то важные вещи. Открываем якутскую землю для них. Так что для меня, конечно, этот роман очень важный. Думаю, что, если продолжать ответ на вопрос, думаю, что я не оставлю эту тему. Потому что из современных прозаиков, я думаю, я один человек, который реально знает, что такое жизнь севера. Жизнь в Якутии, республики Саха. Я обладаю уникальным опытом жизни там. Я прожил четверть века в Якутске, 25 лет. Действительно преподавал в Якутском университете. Там осталось много очень моих учеников. Они уже все кандидаты наук. Преподают в Якутии, вернее, в северо-восточном федеральном теперь университете. Поэтому, да, будет продолжаться моя линия. Я думаю, что этот материал очень богатый. Я буду его еще использовать в своей работе. Хорошо, здорово, да? Васа Павлова говорит. Было, то есть пишет, было удивительно читать «Холод». Это узнавание событий, мест, реалий. И следующий вопрос от Галины Кутугудовой. А какие якутские авторы вам нравятся из классиков? Вы читаете якутскую литературу? Ну, понятно, пока я в Якутске жил, я же много все это читал, действительно. И Малона читал с удовольствием. Мне очень нравится его сын. Не проза, да, а поэзия. Айсен Дайду, ну, потрясающий, мне кажется, поэт. Замечательный человек. С Августом Мураном у меня были хорошие отношения. Я, правда, не знаю, они давно прекратились. Когда я уехал, мы как-то потеряли связь. Но этот поэт мне тогда оказался и сейчас, кажется, очень сильным, интересным поэтом, продолжающим традиции Серебряного века. Он, конечно, ну, все эти имена, это, конечно, не региональные имена. Это часть большой культуры. И не только якутской, я еще раз повторю. Большая часть российской культуры. Сафрон Данилов. Сафрона Данилова, пока бьется сердце, читали? Конечно, да. Самый его знаменитый роман. Да, да, да. Это замечательные вещи, прекрасные. Вот надо экранизировать, кстати. Ну, если что-то уже экранизировано, насколько я понимаю, да? По-моему, еще нет. Нет. Нет, да. Сафрон Данилова не было, да? Не было. А вот надо, 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 чтобы мы обратились. Так, еще вопросы, друзья, будут? Может быть, кто-нибудь захочет вживую задать вопрос? Попросим включить микрофон. Кто-нибудь желает? Юля подняла ручку. Где? А вот у меня внизу, у меня внизу Юля, и вот так написано ручка. Кто поднимает руку? У нас техник. Написано им. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно вас, ага, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Очень приятно вас видеть. Я была на прежних ваших лекциях, когда вы приезжали в Якутск. Вы очень интересные лекции читали по сценарному мастерству. Как-то раз имела счастье послушать. У меня вот вопрос остался с того времени еще не заданным. Да. Вы сказали, в ходе своей лекции вы сказали, что правда жизни, она очень отличается от правды искусства. То есть можно создать такую ситуацию, да, в которой ты должен показать, как сказать, выразительными средствами литературными, но это не будет совпадать с жизненной правдой. Вот интересно, я, может быть, немножко коряво выражаюсь, конечно, вот интересно было бы на конкретном примере. Да, я понимаю. Я вот тогда не решилась задать вопрос, и мне это интересно до сих пор. Хотелось бы вас послушать. Да, понял, спасибо за ваш вопрос. Сейчас попробую ответить. Я, вы знаете, только что прилетел из Самары, с Самарского фестиваля молодых литераторов. И там была одна девочка из Тольятти, Маша Ким. И вот она привезла заметки фельдшера. Она привезла их на семинар для обсуждения, заметки фельдшера. Она учится на пятом курсе Самарского мединститута и работает фельдшером на скорой помощи. И вот ее эта работа пришлась на разгар ковида, на разгар пандемии. И она вот в таком, как бы, включенном фикшн, включенном фикшн, в ключе жизнеописания бытового, дала буквально документальные заметки о работе на скорой помощи. Действительно, материал у нее очень сильный. Мне он понравился. Я даже как издатель буду его публиковать, я уже могу это публично говорить, потому что принято решение. Мы даже поддерживаем ее и собираемся от своего издательства «Городец» назначить ей даже стипендию, потому что ее лишили стипендией сейчас в мединституте. Она там завалила окушерство. Мы хотим восстановить эту справедливость и стипендию ей будет платить наше издательство «Городец». И даже в большем размере, чем платил мединститут. Так вот, она привезла вот эти заметки, потрясающие действительно по силе, по силе своего документального материала, потому что, ну, там действительно страшные вещи, да, творились в пандемии. Скорые просто не успевали справляться и так далее, и так далее. Но, вот в ответе на вас вопрос, помимо строго фактурного документального жизненного материала, она иногда умудрялась поднять это в зону искусства. Она иногда давала обобщение и метафору, очень сильную. Я вот, например, вам приведу такую вещь. Она, значит, говорит, начинает она так. «У всякого горя свой запах. Старость пахнет нафталином, там чем-то еще. Нищета пахнет грязными тряпками, чем-то еще. Болезнь пахнет там вот этим, вот этим, вот этим». И потом дальше она говорит, а от меня пахнет мочой, лекарствами, кожаным сиденьем газели, потому что я фельдшер скорой помощи. И дальше она ставит очень важную фразу, которая переводит ее текст из просто пространства документального провествования в пространство художественного провествования, вот там, где искусство начинается. Она вдруг ставит, потому что покой бывает только двух видов – приемный и вечный. И вот это уже большое искусство, понимаете, да? В этот момент она делает колоссальную метафору, и ее документалистика переходит уже в пространство художественного высказывания. Вот эта корреляция, вот это соотношение меня потрясло, потому что она, пожалуй, впервые на моем опыте сумела соединить жизнь и искусство. Вот если так будете писать, сразу присылайте мне рукописи в издательство «Городец», я буду вас публиковать в Москве. Ну что? Так, теперь следующий. Многие современные писатели, я вижу. У меня не весь чат видно, у меня только начало этих реплик видно. Хорошо, я буду зачитывать. Так, Мария Васильева спрашивает. Здравствуйте, чем бы сейчас занимался профессор Койфман, герой Рахиль в наше время? Смешной вопрос. Спасибо огромное. И, между прочим, он очень кстати. Дело в том, что я собираюсь выпустить новый вариант этого романа, романа Рахиль. Проблема в том, что я писал этого профессора 15 лет назад, когда мне было чуть больше 35 лет, а моему герою было 53. И я только угадывал, как может себя чувствовать несчастный 53-летний человек. Я же был в другом возрасте. Сейчас, перечитав эту книгу и решив ее издать заново, я понял, что где-то я угадал. Я угадал состояние человека, которому за 50. Но где-то все-таки у меня сейчас другие чувства по отношению к жизни, к любви, к потере близких, к разбитым сердцам и так далее. К собственным неудачам. И поэтому я сейчас сел и переписываю этот роман заново. Я уже заканчиваю. Я ввел туда новую сюжетную линию. Я думаю, что я, наверное, первый писатель в мире, который не просто правит, а переписывает давно опубликованные, даже получившие разные премии, в том числе и международные романы. Этот роман переведен языков, наверное, на шесть. Во Франции у него очень хорошая судьба, в Америке, в Каталонии есть замечательный перевод Рахиля. Но вот я не знаю, как теперь они будут переводить, заново ли они будут переводить, или это надо, я не знаю, какую-то новую книгу делать. Даже не знаю, как это назвать, может быть, новая Рахиль. Но вот на ваш вопрос, чем бы занимался сейчас Коффман, если говорить о нашем времени, то я думаю, что все-таки он бы нашел себя. Потому что он ведь жил в 90-е годы. В моем романе происходят действия в 90-е годы, когда страна рушится, страна живет на грани катастрофы. Сейчас все-таки времена немножко другие. Хотя вот, вы знаете, я говорю другие, а сам все время езжу по регионам и спрашиваю у людей, сколько они получают зарплату. Я нагло ко всем пристаю и спрашиваю, какой у вас доход, как вы живете, что у вас в городе есть, много ли рабочих мест. И вот у меня по результатам моих поездок, а их много, я через каждые 2-3 дня куда-то лечу. По результатам моих поездок и по подсчетам денег, которые зарабатывают люди, получается, что картина пока не очень изменилась, друзья. Примерно вот в Самаре зарабатывают столько среднебюджетный сотрудник, сколько я получал в Якутском университете в 90-е годы. То есть что-то около там, если переводить на доллары, да, чтобы понятно было, примерно 200-300 долларов зарплата. И у меня такая была, когда я работал в Ягу. Поэтому, как бы, с одной стороны, вроде жизнь устаканилась, а с другой стороны прогресса-то особого нет. И от этого мне немного грустно. И вот я не знаю, все-таки Койфман бы нашел свое счастье сейчас или нет. Наверное, он бы уехал куда-нибудь, может быть, за границу, я не знаю. Может быть, уехал бы, да. Вот, я ответил на ваш вопрос. Давайте следующий. Хорошо, спасибо. Так, теперь следующий вопрос. Насколько сложным будет текст «Тотального диктанта-2020» спрашиваю? Не скажу. Нельзя. Хорошо, ясно. Так, а в чем... Это тайна, это тайна. Я читала там что-то про Циолковского, да? Да. Совершенно верно. Я могу несколько слов сказать. Когда организаторы «Тотального диктанта» обратились ко мне с предложением... О, ребята, мы только говорим про Машу Кима. У меня появляется сообщение от Марии Ким, пришли тексты. Так что, вот видите, мы с вами... Я только рассказал вам про эту девочку-фельдшера, она вот тут же прислала свои тексты. Она как будто нас слышит, хотя сидит в Тольятти. Так вот, когда обратились ко мне организаторы «Тотального диктанта» весной прошлого года, они мне сказали, ты можешь писать, о чем хочешь. Я, собственно, поэтому и согласился. И мне захотелось написать действительно о фигуре, которая для меня лично важна. Но, как мне кажется, они и забывают. Именно о Константине Эдуардовиче Циолковске. Потому что человек, который был... Имел серьезные проблемы со слухом. Он почти всю жизнь после детской, перенесенной в детстве болезни скаралатина, почти ничего не слышал. У него были очень нарушенные коммуникационные связи с миром. Ему трудно было общаться. Из-за этого его выгнали из гимназии. Он не доучился даже в средней школе. Из-за этого он не учился в университете, а вынужден был заниматься самообразованием в публичной библиотеке, в Московской, Черковской. И вот этот человек, который, значит, живет как будто в коконе, как будто в скролупе, он в итоге, смотрите, друзья, он создает предпосылки для возникновения всеобщего коммуникационного поля на планете Земля. Потому что если бы не выход в космос, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Не было бы спутников, не было бы интернета, не было бы мобильной связи, не было бы WhatsApp, вообще ничего бы не было. Мы сейчас бы письма писали до сих пор. Понимаете, какая штука. И вот этот парадокс, что человек, лишенный возможности взаимодействовать с миром, тем не менее создал эту возможность для всех остальных, для 7 миллиардов, почти 8 миллиардов живущих сейчас на планете людей. Вот это меня потрясает мысль. И я решил писать о Циолковском. Поэтому великая идея родилась в очень, скажем так, хрупком теле. И это прекрасно. Да, давайте следующий вопрос. Надежда Гаврильева спрашивает. Многие современные писатели пишут и издают свои книги, но экранизируют лишь единицы. Что касается вас, то многие ваши тексты вышли на широкий экран. Что является фишкой вашего творчества, спрашиваю. Чем ваши произведения цепляют людей, киноиндустрии, по вашему мнению? Это хороший вопрос. На самом деле я не знаю, но так получается, что когда я заканчиваю какую-то книгу, ну буквально действительно через несколько месяцев ко мне обращается какая-то продюсерская компания, а то и две-три, и даже приходится в общем выбирать. У меня сейчас эта ситуация только что произошла уже с новым романом «Чистый кайф». Я уже могу говорить об этом. Договоры подписаны, права переданы. Этот роман будет экранизирован. Мы сейчас уже исчернатую для съемок. Я не знаю, почему это происходит. Быть может, это связано с моим режиссерским образованием. Дело в том, что я помимо Якутского университета, который я закончил в 1987 году, я закончил факультет иностранных языков. Ныне это называется факультет ИСФИР, институт каких-то филологий. Вот помимо факультета иностранных языков Якутского университета, я закончил еще режиссерский факультет ГИТИСа в Москве после уже нашего якутского имьяза. И я человек мыслящий и режиссерский. Я человек, который выстраивает, во-первых, драматургию, так что она лежит как будто в плоскости готовом уже для воспроизведения в кинематографе. А во-вторых, я сам вижу сцену как режиссер. Это, во-первых, первая причина. А вторая причина то, что у кинематографистов, в частности у современных продюсеров, даже из компаний мейджоров, таких как компания «Среда» Александра Цикала, таких как компания «Водород» Федора Бондарчука, все эти продюсеры мне несколько раз говорили о том, что у них серьезный сценарный голод, им нужны истории, у них мало хороших текстов. Современная же литература, в плоскости которой я работаю, она предлагает больше филологические эксперименты. Сложная работа с языком, с метафорикой. Замечательные писатели, такие как, я не знаю, Ольга Славникова, нынешний лауреат государственной премии, мой большой друг, она все-таки пишет именно литературно, в таком сложном литературном ключе. Экранизации, такие тексты поддаются с трудом, они для чтения глазами, понимаете? В то время как я и еще несколько авторов, вот сейчас Лешу Славникову экранизировал Кирилл Серебренников, насколько я знаю, то есть небольшое количество авторов все-таки создает пространство, которое легко переносится на экран. И вот все эти продюсеры, они как раз и говорят, что сценарный голод ощутим. Они сейчас все кинулись скупать права на экранизацию современных авторов. Я очень надеюсь, что русская литература и якутская литература в том числе скоро перейдет вся на большой экран, потому что у продюсеров есть желание. Вы знаете, мне генеральный директор компании «Среда» Иван Самохвалов, он генеральный продюсер, сказал одну вещь. Он изучал рынок в Голливуде, и он мне заявил, 70% голливудской продукции, внимание, друзья, это экранизации современной американской литературы. 70%. У нас же это пока 5-10%. То есть, следовательно, Голливуд опирается на хорошую литературную работу, а отечественное кино пока нет. Вот я думаю, мы призваны к тому, чтобы эту ситуацию изменить. Да. Я очень надеюсь. И я, конечно, очень рад, что уже большинство моих романов экранизировано и рассказов. Вот предыдущая работа – это режиссер Сергей Александрович Соловьев, который в свое время снял, Великий Соловьев, который снял фильмы такие, как «Аса», «Сто дней после детства», если помните, с Татьяной Друбичей, замечательное кино, «Чужая белая рябу» и много-много-много картин. Сергей Александрович Соловьев снял фильм «Кеды» по моему рассказу. И вот года три назад этот фильм был официальным фильмом открытия Московского международного кинофестиваля. Ну и на Кинотавре мы там показывали «Мою жажду» в том числе. И получаем призы действительно. Поэтому опыт хороший. Я очень надеюсь, что «Чистый кайф» снимут очень хорошо, что у него тоже будет хорошая фестивальная история. И очень желаю своим другим коллегам, чтобы обязательно кино входило в нашу жизнь. Давайте дальше. Дальше идем. Кого из современных российских авторов вам нравится читать? Чей слог вам ближе? Я практически читаю все, что выходит. Я с интересом слежу за работой коллег. Потому что, во-первых, это еще и мои друзья. Мы все вместе проводим очень много времени вот в этих встречах, когда ездим на всякие писательские семинары, на книжные салоны за рубежи и в России. Я очень-очень трепетно дружу с Женей Водолазкиным. Всякий раз, когда мы встречаемся, это большая радость. Очень люблю его книги. Он замечательный филолог. И вот, кстати, он мне сказал буквально пять дней назад в Ясной Поляне, что идут переговоры об экранизации одной из его книг. Пока не могу говорить по условиям договора, что за книга. Но вот у Жени тоже скоро будет экранизация. Леша Сальников, появившийся не так давно со своими Петровыми в гриппе, которые экранизировал Кейл Серебренников. Я очень хорошо дружу с Захаром Прилейкиным. Мне нравится его упругая, жесткая проза. Он очень талантливый парень. Отличный друг, прекрасный отец, семьянин. В общем, много. Перечитать сейчас буду долго. Илья Кочергин мне нравится. Он, может быть, менее известный автор, чем те, которых я назвал. Но он замечательный прозаик. И, кстати, может быть, в Якутии Кочергин пошел бы. Вот вы поищите его книжечку. Дело в том, что он в свое время очень много времени провел на Алтае. Это, конечно, не Якутия. Но прожив там и женившись там на местной девушке, он ее увез сюда, в Москву, он написал очень хорошо. Описал всю природу Алтая. Местные типажи алтайских охотников, пастухов. У него такая несюжетная проза, она не фабульная, но она, как бы сказать-то, она передает вот эту природу. Поэтому, вот он уже Алтай живописал, надо его заманить в республику Сахар, чтобы он пожил там, да, в нашем холоде. И, может быть, он напишет такую же хорошую книгу о Якутии. Вот, это все, мои друзья. Давайте дальше. тут пишут, вас очень приятно слушать, вашу речь, так же легко читаются ваши тексты, хоть многослойные, местами сложные, но восприятие очень легкое. Спасибо, спасибо. Венера Иларионова написала, по вашим текстам мы готовим детей к ГЭП, по русскому языку. О, я очень горжусь этим, спасибо большое, это для меня большая честь, что в Якутске происходит такая приятная вещь. Так, Лиана Ю, здравствуйте, дайте, пожалуйста, совет насчет написания чего, экранизации, кажется. По мотивам моих сказок сняты шесть мультиков, но режиссеры также критиковали мои произведения из-за сложности экранизации. Я понял. Совет будет очень простой. очень простой. Друзья, все, кто думает, как экранизировать, как перенести свой прозаический текст в сценарную плоскость, я вам рекомендую прочитать или полистать хотя бы книгу Роберта Маки, которая называется «История на миллион долларов». Он очень кратко, это, кстати, тоже один из моих знакомых, он голливудский сценарист, мы с ним общались, когда я с Алексеем Ефимовичем, учителем, писал первый вариант сценария для фильма Матильда, но то, что фильм Матильда вышел, это не мой сценарий, я подчеркиваю, я писал только первый вариант, потом я отказался работать с учительом. Так вот, но пока мы работали, мы встретились с этим самым Маки, и вот он, у него есть книга, это практически пособие, как сделать сценарий, называется «История на миллион долларов» по-русски, по-английски называется, если вы читаете по-английски, называется «The Story», просто «История». Он очень просто и прямо по шагам объясняет, как выстроить сценарий, как переходить, от чего к чему, какие делать шаги. Просто сейчас, вот после моего разговора, зайдите в Google и скачайте ее, я уверен, вы найдете ее даже бесплатно на пиратских сайтах. Фамилия автора Мак Ки, 2К в середине. Посмотрите, что я буду долго говорить, это действительно умный человек, хорошо все написал. Спасибо. И от Алексея Баранова вопрос. Как в целом вы относитесь к российскому кинематографу, который спонсируется фондом кино? Согласны ли решениями спонсировать такие проекты? Ну, понимаете, согласен я или нет, меня же никто спрашивать не будет. Там серьезные дяденьки сидят, они решают вопросы, распределяют деньги. Что-то им кажется очевидно достойным выделение государственных денег, и они их выделяют. Я не знаю, но вот смотрите, например, из последнего российского кино я посмотрел два фильма. Это текст по произведению моего хорошего, тоже знакомого, Димы Глуховского, и фильм «Холоп» кинокомпании, по-моему, «Водород» Федора Бондарчука. Вот текст мне понравился, и как экранизация хорош, и даже Александр Петров, который уже, в общем-то, слишком, может быть, приелся на экране, его слишком много. Но, тем не менее, он в фильме текст существует органично. Несмотря на то, что многие коллеги ругают этот фильм, мне он, ну, я с удовольствием посмотрел его. Я, правда, не считал Димину, Димин роман. Я не знаю, как там в романе. Я смотрел только этот фильм. Но, насколько я понимаю, сценарий тоже писал Дима Глуховский. Значит, все в порядке. А вот фильм «Холоп» ну, мне как-то совсем не зашел. При том, что у него большие были сборы, успешная промо-компания. Я так понимаю, они собрали много денег, зрительских, я имею в виду, да, хороший был показ. Зритель пришел в кинотеатр. Ну, такая милая комедия. Но мне показалось, она слабовато по драматургии. Откровенно слабовато, там очень клишированные ходы, очень предсказуемые какие-то решения драматургические. Ну, понимаете, в жанре легкой комедии Леонид Гайдая уже сказал все. Вот лучше Гайдая легкую комедию уже не сделаешь. Шурика надо смотреть все время бесконечно и Кавказскую пленницу пересматривать и там Бриллиантовую руку, да. Соревноваться с таким уровнем комедии очень сложно. Поэтому, мне кажется, ребята, создавшие фильм Холоп, они проиграли. Несмотря на большую выигрыш в деньгах. Вот такое мое мнение. Гоша Горохов спрашивает, как вы оцениваете эпоху 90-х? Была ли тогда свобода и что такое? свобода? Вот это прекрасный вопрос, это отличный вопрос. Свобода была, конечно, да. Я помню это ощущение. Я не знаю, сидят ли, слушают ли нас сейчас взрослые люди, ну, хотя бы не мои ровесники, а мне уже 55 лет, ну, хотя бы люди, которым 40 или за 40. и вот я помню лично, как тогда перекрыли проспект Ленина в Якутске для транспорта. Он стал пешеходной зоной. Вот кто помнит, сейчас они улыбнутся. Он стал пешеходной зоной по типу московского Арбата. Тогда мэром был Бородин в Якутске, и он решил открыть проспект Ленина для торговли. И там разрешили торговать всем, кто хочет и чем хочет. И вот я помню, я из университета с лекции возвращался домой, а я жил на проспекте Ленина напротив телефонки. И как раз мне надо было идти вот мимо русского драмтеатра, мимо кинотеатра Центральный. И вот все это пространство было заставлено малым бизнесом, то, что сейчас называется малым бизнесом. И это была предельная свобода. Я так понимаю, они даже налогов не платили. Откуда они брали свой товар, я не знаю. В общем, деньги какие-то зарабатывались. А, еще была забавная фишка, я не знаю, помнят ли якутяне. Одно время Бородин отменил оплату проезда в общественном транспорте. Внимание, автобусы стали бесплатными. Даже на какое-то долгое время, месяца два-три, по-моему, мы в Якутске ездили на автобусах бесплатно. Вот это ощущение какого-то коммунизма долгожданного, какой-то свободы, оно в 90-е годы, я его помню. Было ощущение эйфории, было ощущение радости, но потом быстро пришел страх. Вы знаете, потому что в Якутске, например, начались криминальные войны. Это я помню. Как-то очень много находили трупов на улицах, какие-то бандитские разборки, быстро образовались какие-то группировки, бывших борцов, бывших хикбоксеров. И вот они между собой делили вот эти рынки, что, в общем, естественно. Это природа именно свободного предпринимательства. Тут же появляются хищники, которые готовы рвать тех, кто послабее. Вот это все началось, я помню, да. И когда приехал в Подмосковье, когда уже уехал из Якутска, я очень удивился, что там, вы знаете, я в Томилинском лесопарке поселился, в небольшом городке, и спросил, какой у вас рейтинг убийств. Они говорят, ну, последний раз у нас убивали человека, наверное, лет семь назад. А я, приехав из Якутска, вспомнил тут же якутскую газету, где на задней страничке была какая-то такая рубрика, да, где говорили, сколько найдено неизвестных трупов на улице Якутска. в среднем в неделю, по моему ощущению, их поднимали до семи. Семь, восемь человек находили трупов в городе. А здесь, значит, я приехал, они говорят, ну, у нас вот убили человека семь лет назад один раз, и это было страшное событие. То есть, вот этот уровень тогда вот криминальной жестокости в Якутске, он, конечно, зашкалил. Поэтому, вот смотрите, свобода, она вот такая, друзья. С одной стороны, это эйфория. Как помните, Михаил Горбачев сказал, разрешено все, что не запрещено. И все сразу кинулись вот торговать, заниматься бизнесом, строить какие-то свои предприятия. Но, с другой стороны, это привело тут же к появлению страшных хищников. Ну, которые потом легализовались, ушли в политику, в экономику, в бизнес. Сейчас они уже с пистолетами не ходят. И слава богу. Так что, свобода, вещь, друзья, обоюдоострая. Так, теперь поговорим про вдохновение. Анна Туварова спрашивает, где вы черпаете вдохновение? Приходилось ли писать из-под палки не потому, что хочу, а потому, что надо? Ну, конечно, приходилось, друзья. Я же профессиональный кинематографист. Я работаю в сценарном цехе. Я пишу сценарии. Вот те произведения, которые мои экранизированы, это все я практически написал сам сценарий. Кроме фильма Сергея Соловьева, Сергей Александрович написал к фильму Кеды сценарий сам. И я этому счастлив, конечно, потому что это большой мастер, великий режиссер, я счастлив. А вот там, где я работал под продюсерским гнетом, ну, конечно, испытываешь. Во-первых, тяжесть дедлайнов. Дедлайны вы слова, конечно, понимаете. То есть сроки. Потому что, ну, вам платят деньги, вам говорят, к такому-то сроку вы должны сделать вот столько-то, вот столько-то. А денег не дают столько. Денег дают вот столько. Маленькие. И поэтому, ну, работаешь, вкалываешь, да. Но при этом все равно ты же должен делать талантливо. Объясняю, почему. Если ты сделаешь не талантливо, даже из-под палки, тебе больше никто не заплатит. Тебя никто не пригласит больше на следующий проект. Ты неудачник. Поэтому, с одной стороны, вы испытываете гнет обстоятельств, но с другой стороны, вы обязаны быть талантливыми. Что я, собственно, делаю? Поскольку я живу и до сих пор иногда бываю там в Томилинском лесопарке, я просто, когда у меня возникает творческий кризис, я собираюсь, выхожу в лес, у меня там озеро, у меня там сосновый бор, у меня там ручьи, родники. И я хожу или езжу на велосипеде по этому лесу, и эти сосны мне что-то шепчут. Природа, мне кажется, со своей гармонией, и я знаю это хорошо по якутской природе, частенько ходили мы на Чичур-Муран и на Дамбу, туда далеко, за 202-й микрорайон, за вторые камни я любил ходить. И я не знаю, правда, остались ли эти завалы камней до сих пор. Вот эти места, они очень сильно дают тягу к сочинению. Во всяком случае, свои самые важные работы, которые позволили мне заявить о себе на весь мир, прежде всего, это повесть «Жажда» и еще несколько рассказов, я написал именно в Якутске. И я предполагаю, что якутская природа с ее магической силой и нахождение рядом реки Лена, то, что рядом присутствует, это огромное, мощное божество. Я совершенно не боюсь этого слова. Это божество. Это совершенно мистическое существо, река Лена. Вот это, собственно говоря, мне очень прямо, мне даже делать ничего не надо было. Садишься в лодку, плывешь в полене, выходишь из протоки, все, сочинять не надо, она сама за тебя все сочинит. Так, следующий вопрос. Довелось ли вам познакомиться с научными исследованиями по вашим произведениям и экранизациям? Ну, время от времени мне пишут какие-то аспиранты, я не знаю, из России, из Америки, что они занимаются действительно научным исследованием моих текстов. Ну, я не знаю, у меня слишком мало времени для того, чтобы еще читать их научные работы. Я читаю, вернее, несколько раз читал тексты о своих работах Оксаны Ивановой. Она является доцентом Северо-Восточного федерального университета. Вот с Оксаной Ивановой я дружу. Это наша коллега из республики Саха. Она мне присылает свои статьи, в частности, о моем романе «Холод», еще о других романах. У нее очень интересные разборы. Она очень умная, я так полагаю, что она своим студентам это все преподает. Ну, вот недавно пришло сообщение из университета Бертли в Калифорнии, что они взяли в курс изучение преподавания современной литературы «Моя повесть, жажда» на английском языке. То есть, вот Калифорнийский университет, Бертли, кстати, очень приличный университет, не заштатный. Они там изучают это как часть мировой литературы. Это, конечно, приятно, но, ну, правда, читать их произведения я, наверное, не буду. Я просто, ну, рад тому, что это происходит. Плюс, какие-то диссертации пишутся в России, я слышал об этом. В школе что-то проходит. Иногда нежный возраст, я так понимаю, сочинения пишут по нежному возрасту, по-моему, рассказывают. Я рад этому, но читать все я просто не могу. Ичкина Екатерина Николаевна спрашивает, а с современными детскими писателями вы знакомы? Да, я только что. Кого бы вы порекомендовали? Я только что вот в Самаре как раз на фестивале книжном имени Михаила Онищенко познакомился с писателем по фамилии Емец. Это очень популярный детский автор. Дмитрий Емец. У него есть серия Таня Гроттер, такие фэнтезийные книжки для детей. Ну, еще, в общем, он пишет какую-то фэнтези детскую. Я его книг не читал, потому что мои дети уже выросли, и его творчество пришлось на другой период, а мои внуки еще не доросли до его книг, потому что это подростковое пространство. Я думаю, это детки 12 лет, 13 лет должны это читать. Но знакомство с этим чудесным человеком, который залез позавчера в реку Волга при температуре плюс 10 градусов воздуха, а температура воды была и того ниже, он замечательный, он очень добрый, у него такая борода, он такой классический детский сказочник, он очень все время улыбается, милый человек, поэтому вот Диму Емец или Емца, я не знаю, можем ли мы склонять его фамилию, его бы произведение я рекомендовал. Далее, мне очень нравится Нарине Абгарян, вот ее детские произведения, про Манюню и так далее, и Нарине человек чудесный, неделю назад мы с ней, ну правда у нас грустный был разговор в Ясной Поляне, я спрашивал ее, ее родители живут на границе с Азербайджаном в Армении, и у них там сейчас военный конфликт, насколько вы знаете, и вот она как раз мне рассказывала, как она пытается их оттуда вывести, а они не хотят, потому что они привыкли к войне, то есть ее старики привыкли к войне, вот Нарине я бы очень советовал читать, Нарине Абгарян, она замечательная писательница, ну вот, я ответил, наверное. Спасибо. От Семена Верховцева длинный вопрос. Какую долю работы писателя составляет работа с историческими источниками? И какие источники легли в основу создания персонажей Геннадия Ивановича Невельского в Розе Ветров? Каково, по-вашему, оптимальное соотношение между художественным ой, извините, я тут не вижу малость, оптимальное соотношение между художественным замыслом и исторической точностью? Вот вопрос. Да, я понял вопрос. Я там в середине немножко связь у меня пропала, и я не расслышал, но я догадался. Очевидно, речь идет о романе Роза Ветров, да, о моем? Ага. Который посвящен Геннадию Ивановичу Невельскому. Соотношение работы, вот исследования, да, и, собственно, работы над текстом примерно один к одному. То есть, вот я, сколько я готовился к тексту, я изучал источники об этом походе на Дальний Восток, я изучал жизнь Невельского, изучал сложные политические отношениям при российском дворе, императорском, и очень сложную геополитическую ситуацию во всем мире на середину 19 века. Вот сколько я это изучал, я потом по времени столько же и писал роман. То есть, подготовка к историческому роману, друзья, если вы собираетесь писать исторический роман, у вас потребует ровно столько же времени, сколько потом вы будете записывать, если даже не больше. Если даже не больше. Соотношение вымысла и исторической правды должно быть всегда в сторону исторической правды. Вымысел возможен только в тех местах, где нельзя доказать обратное, где исторически вы видите, вы изучили все источники, и у вас есть некоторая версия событий. И вот если ваша версия не может быть опровергнута источниками, тогда вы имеете некоторое право ее высказать, но, внимание, в сослагательном наклонении, вы говорите, что возможно так могло бы быть. И к этому примеру, к этому приему, вернее, я прибег в романе «Роза ветров». Когда я делал некую гипотезу, я делал это устами Невельского или устами автора, и я говорил, что, наверное, возможно могло бы быть вот так при определенных обстоятельствах. Но там же, где речь шла о твердых фактах, о датах, об именах, о конкретных событиях, у меня все там, комар носу не подточит. Там все согласно архивным документам и историческим источникам. Вот такой вот ответ на этот вопрос. Спасибо. Так, Сардана Сахронова спрашивает. Здравствуйте, в свое время я прочла почти все ваши произведения. Очень нравится эта реалистичность и оптимизм. вопрос. Что вас вдохновило написать «Год обмана»? Роман. А, это хороший вопрос. Я, кстати, «Год обмана» тоже написал в Якутске. Почти, нет, не почти, а полностью написал в Якутске. Я его написал до отъезда в Москву и вдохновил очень просто. На одной из вечеринок мы просто сначала с друзьями ходили кататься и с моими детьми кататься на санках. Это был март. Вы знаете, в март в Якутске это прекрасное время года, когда уже не так холодно и ярко сияет солнце и снег еще хороший. И мы пошли туда за дамбу кататься на горках, вот где там корабли стояли. Я не знаю, стоят ли сейчас замерзшие корабли, но вот в 90-е годы они там были. Мы катались с детьми на санках, а потом пришли к моему другу. Он был музыкант из группы Твари. Была такая панк-группа в Якутске Твари. И вот этот Стос, у него был такой псевдоним Стос. Стос рассказал мне историю про одного своего знакомого, которого уволили с работы, потому что он был страшный разглядяй, не умел работать, был бабник, пьяница, плохо все делал, и в итоге его выгнали с работы. А на следующий день его же начальник, который его выгнал, вызвал его к себе и нанял снова, но на другую работу. Он сказал, я буду платить тебе в два раза больше, но ты должен обучить всему, что умеешь моего сына. Потому что сын мой не умеет быть бабником, он не умеет пить водку, он не мужик. Я хочу, чтобы ты сделал из него мужика. Крутого, настоящего мужика. Мачо-мена, альфа-самца. И значит, мне рассказывает Стос эту историю, я просто обалдел от этого сюжета, я говорю, слушай, а что было дальше? А Стос говорит, я не знаю, я больше с этим человеком не встречался. И тогда я решил придумать, что было дальше. Я написал роман Готт-обман. Вот с этой завязкой. Спасибо. А тут какие-то повторяющиеся вопросы. Смотрели ли вы якутские фильмы? По-моему, уже об этом поговорили. Поговорили, да. Я с удовольствием смотрю. которые выставлялись на кинофестивалях, если смотрели, что скажете? Я обожаю просто фильм Царь рыба, который выиграл вот в прошлом или позапрошлом году Московский международный кинофестиваль получил Святого Георгия. Я еще раз поздравляю создателей этого фильма с огромной художественной удачей. Мне очень нравится все, что делает Сережа Потапов. И не только в кинематографе, но и на сцене, естественно, в театре. Я обожаю его сумасшедшие, странные, ужасные спектакли. Он просто гений. Серега, если ты меня слышишь, я тебя люблю. Ты самый лучший человек на планете Земля. Мне нравятся вот эти работы. Потом вот «Белый свет» фильм был Михаила Дьячковского, по-моему. Сейчас не очень точно помню создателей. Потрясающее кино о замерзающих людях. В общем, обожаю якутское кино. Все, что делает Марьяна Скребыкина, это просто потрясающе как продюсер и промоутер. Якутскому кино слава. Ребята, вы сделали то, чего не сделал никто в этой стране, понимаете? Без московских денег, без московского снобизма. Вы взяли и покорили все уже и федеральные площадки, и уже, в общем-то, мировые. Это очень круто. Я думаю, там в Бурятии очень завидуют вам. Я знаю одного бурятского режиссера, но вот буряты не могут так сделать, хотя они очень талантливый народ. Очень талантливый народ бурят. Ну вот, там, не знаю, в Тыве все очень молодцы. Но вот нет тывинского кинематографа, айкутский есть. И мне от этого очень тепло на сердце. Спасибо за вопрос. Спасибо. Так. А в каком фильме вы выступили в качестве не сценариста, а режиссера? у меня были два предложения о том, чтобы стать режиссером своих собственных фильмов по моим сценариям. Я их отверг. Мне сказали, меня прямо просили встать, выйти на площадку, встать за режиссерский плейбэк, но я отказался, потому что это для меня, я очень ленивый человек. Работа режиссера это сойти с ума. Мне вот тут у меня диван стоит, вы знаете, я на него лег и сочиняю. А режиссер, это беда. Я же вижу, как они работают. Это просто беда. Я приезжаю иногда на съемочную площадку, где снимается кино, я там пью кофе, курю сигарету, говорю что-то артистам, они подходят, говорят, Андрей, скажите, вы же автор, вот, как мне с этой сценой поработать? Я говорю, к режиссеру все вопросы. Я тут ни при чем. Я ленивый, я нет, я не буду режиссером. И пока, пока я не готов согласиться на эти предложения. Слишком много ответственности, друзья, понимаете? Очень много. Так, хорошо, спасибо. Туварова Анна спрашивает, ваши любимые предметы в школе, кем мечтали стать? Это хороший вопрос. Первое, что приходит в голову, я не помню. Мне 55 лет, ребята, ну какая школа, что? Все, что я о школе помню, это первого учителя, первого учителя своего. Но сейчас подумаю, какой любимый предмет был в школе. Точно не литература. Я не любил литературу, мне было скучно читать русскую классику, признаюсь. Я полюбил читать русскую классику уже после университета, когда закончил Якутский государственный университет. Даже в университете я не любил русскую классику. Я читал американскую литературу с удовольствием Хемингуэя, Фиджеральда. Я читал немецкую литературу Томаса Манна, Эриха Мария Ремарка. Но совсем не знал Тургенева. Я не знал Толстого, Достоевского. Это для меня были закрытые авторы. И потом, когда я их открыл в возрасте 30 лет, это был настоящий подарок. Это было счастье. Хемингуэй просто отдохнул. Просто исчез для меня. Он просто стал детский писатель. А русская классика, конечно, мощная. И я счастлив, что это пришло именно в зрелом возрасте. Я бы как раз советовал всем людям, чтобы было так. Тогда вы правильно поймете, как читать Анну Каренину, что такое супружеская измена, что такое неверность, что такое разбитое сердце. Это все-таки нужен опыт. И не только писательский, но читательский. Понимаете, какая штука? Быть талантливым читателем, это непросто. Это большая и серьезная работа. Я бы, кстати, я бы придумал какую-нибудь читательскую премию. Вот есть писательские премии. Я бы проводил фестиваль читателей и устроил бы какую-нибудь федеральную, национальную читательскую премию. Потому что быть читателем, это очень трудно. Вот, про школу рассказал. А кем мечтал быть? Сейчас скажу. А, я знаю, кем мечтал. Я вспомнил. Я же до Якутска, друзья. Я жил в Аймеконском районе целый год. Вот мало кто из вас живет в таком холле. Я жил в поселке Устнера, Аймеконского района, целый год. И там, если кто знает, если кто с Аймекона, там идет Колымская трасса. Она проходит через Устнер. Она идет на Магадан. И вот по ней, гоняя, тогда шли, я думаю, сейчас еще идут, большие грузовики арктической автобазы из Арктика. И вот, это были такие татры, чехословацкие, с красными капотами, татры мощные. Так вот, я, пока учился в школе, Устнерри, я мечтал быть водителем вот такой татры. Я хотел быть водителем-дальнобойщиком, который будет ездить из Якутска в Магадан. Вот такая у меня была мечта. Я даже хотел сбежать из дома в 14 лет. Но у меня были проблемы с родителями определенные. И вот, жизнь этих мужиков, которые гоняли эти грузовики по Колымской трассе, мне казалось, заслуживающей моего уважения и моего желания стать одним из них. Но эта мечта не сбылась. Спасибо. Так, теперь Светлана Пакова спрашивает, легко ли быть в России писателем? Мне легко. Я думаю, всем легко на самом деле. Потому что писать вообще занятие приятное. Нет, занятие, во-первых, приятное, потому что ты получаешь удовольствие от творчества. Это знают все, кто меня сейчас слышит. Я знаю, что вообще весь народ Саха очень творческий народ. Все что-то вырезают, рисуют, лепят, поют, танцуют, играют на хамузе, играют в театре. В общем, народ Саха очень творческий. Поэтому все меня сейчас поймут. Творчество само в себе несет кайф. Все снимают кино в Якутии. Это кайф сам по себе. Ты получаешь большое удовольствие, адреналин, у тебя нет депрессии, тебе дико интересно то, чем ты занят. А потом вдруг в случае успеха ты еще получаешь вознаграждение в качестве признания, денег, в конце концов. я не знаю, там еще чего-то. Поэтому да, ответ такой. Легко. А если даже не получилось успеха и вы не оказались признаны, вы получили награду, потому что творчество, как я уже сказал, само по себе является наградой. Ясно. Так. В детстве, в отроческие годы какие произведения и фильмы запали в душу? Очень большое впечатление вот в отрочестве, да, когда я был подросток, на меня производили все фильмы, все фильмы, советские фильмы про войну. Я рыдал на фильме «Азорь здесь тихие». Меня просто завораживал фильм «Они сражались за родину» Бондарчука-старшего. Я думаю, что мою жизнь перепахал фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова. Вот эти три фильма для меня были крайне важны и остаются важными до сих пор. Я недавно узнал, что один из моих сыновей посмотрел все эти три фильма. Я причем ему не предлагал их, не советовал. Он просто их посмотрел и потом сказал, ты знаешь, «Голливуд» я больше смотреть не буду. Вот эти фильмы были очень крутые, он сказал. Вот это про кино моего детства. Я просто обожал эти фильмы. Плюс, конечно, я обожал наши комедии, я уже сегодня говорил о Гайдайе. «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница» это просто было просто феерически смешно. Еще я любил фильм с Леонидом Утесовым «Веселые ребята». Он уже тогда был старый, черно-белый. Там была замечательная сцена, когда музыканты дерутся. Я хохотал, и пока я нашла, и потом еще дольше, это было дико смешно, драка музыкантов, когда они играют в какую-то композицию, они начинают драться музыкальными инструментами. Это было просто потрясающе. Самая смешная сцена в мировом каниматографе. Рекомендую. И, кстати, какой вы родитель, спрашивает Надежда, роль чтения в вашей семье? Я не знаю на самом деле, какой я родитель, потому что, во-первых, мои дети уже выросли, у меня уже внуки, поэтому, наверное, лучше спрашивать, какой я дед, а родителей я уже не помню, какой я был. И что касается культуры чтения в семье, я ее особо не прививал. Ну, читали ребята и читали что-то. Другое дело, что мой средний сын, Рома, он вот однажды меня удивил, когда он в 14 лет вдруг взял у меня с полки книгу Сервантеса Дон Кихот, двухтомник толстый, и начал его читать. Я думаю, в 14 лет читать Дон Кихота самому зачем? Скучная книга. Она мне и сейчас кажется скучной, когда я взрослый человек. А он, значит, ее читает и такой довольный. И дочитал до конца. Ну, потому что там еще были, знаете, гравюры Гюстава Доре. Очень красивые иллюстрации. Дон Кихот, Санчо Панса, атака на мельнице. Все круто. И, значит, я его спрашиваю, когда он дочитал, что тебе понравилось? Почему ты читаешь? Он говорит, ты знаешь, мне жалко Дон Кихота. Я говорю, в смысле жалко? Он говорит, ну, его все бьют. Ему все время достается то палками и забьют, то еще что-то. Он говорит, мне его жалко, потому что он хороший, а еще, говорит, он смешной. То есть я над ним, говорит, смеюсь, и мне его жалко. И вот это вот, то, что мой сын понял сам о Дон Кихоте, мне кажется, это очень дорогого стоит, потому что я не объяснял ему, как читать Сервантеса. Книга все-таки старая. Это, по-моему, 17 век, да, или 18 век. То есть все-таки книга очень древняя. Но, тем не менее, он как-то сам прошел без моего диктата. Поэтому, ну, я вообще, ребята, за то, чтобы все складывалось само. Ждите, когда ваши дети сами заинтересуются чем-то, а вот тогда уже давайте им совет. Мне кажется, ни коем случае нельзя заставлять ребенка. Вот такое мое мнение. От Александры Томской следующий вопрос. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Рад вас видеть. Саша, здравствуйте. Вопрос о писательских буднях. Когда вы находитесь в процессе написания книги, есть ли у вас определенный режим дня, столько-то часов уделить написанию или абсолютно свободный график? Когда я иду в письмо, ну, то есть, когда в работе у меня какой-то роман или сценарий, я начинаю придерживаться расписания. Действительно, оно довольно твердое. Оно даже напоминает корабельное расписание. Я как будто служу на военном корабле. У меня обязательно по графику идут утренние часы, они посвящены только работе с текстом. Я иногда делаю по времени, когда у меня не идет текст. Я делаю так. Пишу сегодня два часа. Вот сколько получится, столько мое. Это может быть страница, две, а может быть один абзац. Два часа писал, все честно. И дальше иду в лес, гуляю, смотрю кино. Когда у меня идет хорошо, тогда я пишу по знакам, по количеству знаков. Обычно это 2000 знаков. Если я эти 2000 знаков написал за 20 минут, все, я свободен. 20 минут работы, вперед, ты отработал. Вот такое расписание. Это должно быть каждый день. У меня не бывает выходных, не бывает суббот, воскресенье. Я не знаю, что такое вот эти дни недели. Мне часто приходится спрашивать, сегодня какой день недели. Пятница там или среда. Я иногда вижу, что люди не идут на работу, и я догадываюсь, что это, видимо, на воскресенье. Ну, то есть на улице вдруг больше людей стало. Я работаю в дороге. Если это выходит, выпадает на переезды, я пишу в самолетах. Очень хорошо, друзья, пишется на длинных перелетах. Москва-Нью-Йорк, Москва-Якутск. 6 часов, 9 часов. Успеваешь написать много. Пишу в гостиницах, когда приезжаю в другие города. Ну, то есть я эти дни не теряю. Дисциплина, мне кажется, очень важна для писателя, когда я работаю. А когда идет исследовательская работа, я могу целый день сидеть, листать какие-то источники, читать в таком более облегченном режиме, но перелопачиваю большое количество информации. Главное не соединять исследовательскую деятельность и работу в письме. Это разные деятельности. Другие мозговые центры задействованы. Ни в коем случае не делайте так. Утром делаю ресерч, то есть исследование, а после обеда пишу. Ничего у меня, например, не получается, потому что разные половинки мозга работают. Да, вот так вот. Спасибо. И Саша, и человек, привет. Спасибо за вопрос. Бывало ли такое, что взгляд, трактовка героя, героя режиссера были совсем иные, чем вы имели в виду произведения? А если было, вы вмешивались, и есть ли нелюбимая экранизация вашей книги? Нелюбимых нет, наверное, потому что я отношусь очень, ну, как бы сказать, спокойно отношусь к тому, что происходит в кино с моими текстами. Я объясню свою позицию. Дело в том, что произведение является моим, пока оно находится у меня в компьютере. Пока я с ним взаимодействую. Пока эти персонажи сидят вокруг меня в комнате. Когда я написал слово «конец» и отдал рукопись в издательство, дальше уже работа редакторов. Я не очень беспокоюсь по поводу редакторской правки. Я знаю, что многие писатели ревниво относятся к редактуре. Они говорят, нас нельзя править, мы великие, пусть все будет в авторской редактуре. Я не такой. Я с удовольствием люблю, когда чужие идеи помогают моим. Потому что я хитрый. Я же хитрый якут, как меня тут называют в Москве. И я люблю, когда мне на халяву люди подкидывают хорошие идеи. Поэтому редакторов я очень люблю. И когда я отдаю кинорежиссерам свой текст, они же тоже очень талантливые люди. И актеры очень талантливые люди. Они тоже приносят свои идеи. Кинематограф вообще это все-таки коллективное творчество. Здесь писатель один. Когда вы приходите в кино, там 100 человек, съемочная группа. И все талантливые. Начиная от художников до костюмеров и осветителей. И у каждого есть какие-то мнения по поводу истории. Я с удовольствием всегда слушаю всех. Не все принимаю. Но иногда бывает гениально. Иногда бывает лучше, чем я придумал бы. И тогда я говорю, вот это круто. Давайте вот так сделаем. Вот. То есть я не ревнивый человек. Мне вообще пофигу. Главное, потому что в конечном итоге не мое самолюбие, не мое самомнение, а качество финального продукта, друзья. Результат самое важное. Спрашивают, извините, вечный покой какой? Там было так, у Маши Кемп. Существует только два вида покоя. Приемный и вечный. Вот такая метафора была. Но она, поскольку фельдшер, она знает, что такое прямый покой. Да, все. Я ответил на вопрос. Спасибо. Так. Продолжаете ли вы где-нибудь свою преподавательскую деятельность? Ну, да. Вы преподаете в Литературном институте, прослушали. Да, действительно. Ну, просто не с самого начала с нами друзья. Я поясню. Два года назад, с половиной, ректор Литературного института имени Горького, Алексей Николаевич Варламов, мой замечательный друг, предложил мне прийти на кафедру литературного мастерства и занять должность доцента. Но поскольку я очень долго преподавал в Якутском университете, это было 10 лет, я защитил кандидатскую диссертацию и даже исполнял обязанности заведующего кафедры, заместителя заведующего кафедры английской филологии. У меня довольно большой педагогический опыт, связанный прежде всего с Якутском. И вот, значит, Алексей Николаевич говорит, ну, ты же ведь опытный педагог, ты кандидат наук, не только писатель. И плюс, ты действующий писатель и кинематографист. Он мне сказал, ты неплохая кандидатура для работы со студентами Литинститута. Я немного посомневался, потому что, ну, это большая ответственность, брать целый курс. Это же я, я ведь становился мастер, понимаете, да, то есть вести семинар прозы, это значит быть мастером курса. И до этого я учился в ГИТИСе, когда мой мастер Анатолий Васильев для меня был и до сих пор является божеством. Он гений абсолютный. А тут вдруг мне, значит, говорят, давай, может, ты будешь мастером. Я говорю, да нет, ну, Алексей Николаевич, ну, что, я просто писатель. Он говорит, вот, 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 ты весь свой опыт быстро передашь детям. Я так посомневался, посомневался, согласился. Хотя немного было жалко времени, потому что это отнимает время. Я должен все время работать со своими ребятами. Их у меня 20 человек. Каждый что-то пишет, приносит очень много идей. Мы уже вышли на повести сейчас, они пишут повести. И, значит, за каждым мне надо следить, каждому давать советы. Мы работаем, разбираем, анализируем. Но вот спустя два года, они у меня уже на третьем курсе сейчас. И завтра утром у меня, кстати, семинар перед вылетом в Владивосток. То есть я завтра в 10 утра буду семинар вести, а в 12 мне уже надо ехать в аэропорт. И вот эти два года дали не только моим ребятам, я надеюсь, но мне-то они точно дали многое. Я многому у них научился. Потому что когда тебе 50 с лишним лет, мозги немного становятся ржавые. Ну, ты ржавеешь, несмотря на то, что ты обладаешь ремеслом, профессией. У тебя, возможно, есть талант. но тем не менее ты становишься старый. Ты не понимаешь, как новое поколение мыслит. Ты не понимаешь их юмора. Ты не понимаешь, что их волнует, что их бесит, что их раздражает. Вот этого я уже не понимал. Я когда пришел, у меня были серьезные с ними проблемы. Первые полгода я с трудом понимал их. Они с трудом понимали меня. Но вот уже полтора года, кажется, мы наладили коммуникацию и я наслаждаюсь общением с ними. И судя по тому, что на мой семинар просится очень много студентов из других семинаров, в этом году какой-то просто лом получился, еще семь человек запросилось из других курсов, пришлось отказать, потому что места нет у меня на семинаре. Вот судя по тому, что другие студенты из других курсов просятся ко мне, видимо, я им нравлюсь тоже. Спасибо. Спасибо. Тут вопрос от Кычкина Екатерина. А вы родились в Иркутске, оказывается. Каким путем вы впервые оказались в Иркутске? Очень просто. Это просто судьба мальчика из офицерской семьи. Мой отец военный, кадровый офицер был, царственное небесное. В его карьере наступил момент, когда он захотел повышения по службе и в Якутии просто открылась полковничья должность. А он был, по-моему, на тот момент он был капитаном в Иркутске. А там открылась подполковничья должность. Он приехал, ему сразу дали майора, он возглавил какое-то подразделение, потом стал подполковником. Ну, в общем, это было связано с карьерой моего отца. Я не хотел ехать из Иркутска, я очень любил и люблю этот город, но в 14 лет меня упаковали в чемодан и увезли на север. И следующие 25 лет я прожил в Якутии. О чем? Не жалею. Я обожаю Якутию. Здорово. Так, Наталья Малышева спрашивает, скажите, пожалуйста, откуда родом ваша фамилия? Производная ли от Герасима? Нет, не производная. Спасибо за этот вопрос. Моя фамилия немного древнее, чем фамилия Герасимов. Она связана со старой верой, которая была в России, в православной Руси и еще в древней Руси до Роскова, до реформы царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Геласимовы были на Руси, это вообще западное производство от западного имени Геласий. Перевод из греческого означает смеющийся. Известно два римских папы Геласия, второй, по-моему, век и четвертый. Один из них канонизировал святого Валентина и таким образом 14 февраля, день всех влюбленных, связан с моей фамилией. Учтите это, когда будете Валентинки посылать своим возлюбленным. В православной традиции известно два православных святых, святых Геласима. Один из них, вы будете смеяться, у него косички заплетены не только на волосах, но и на бороде. Это означает, что это были викинги, варяги. Они пришли с цирюриками и именно поэтому западноевропейская вот эта вот Геласий попала в Россию. То есть вот эти викинги, они пришли еще раз повторяю с цирюриками в Киевскую Русь и потом в Московское княжество и были связаны именно с традицией варяжской. Когда же власть сменилась и варягов заменили Романовы, уже исконно славянские род, хотя тоже у них была связь с цирюриками, но тем не менее. Их задача была максимально дистанцироваться от всего, что их связывало с юриками и создать новую идеологию. Поэтому Алексей Михайлович, второй царь из династии Романовых, отменил старую веру, начал раскольников всячески притеснять и большинство из них побежало из Москвы далеко на окраину. Поэтому они разбежались в разбойники, в казаки и вот в частности фамилия Геласимова, ее очень много в Забайкалье, вот где, откуда я происхожу родом, это казацкий Забайкальский год Геласимова. Я встречал эту фамилию в Донском казачьем войске, находил в городе Цемлянске, я видел ее в Терском казачьем войске, в Дальневосточных казачьих войсках, я находил в списке первого, по-моему, Нерчинского полка, список 1868 года, 1868 года, в первом в списке стоит под номером один урядник Геласимов. Вот это все наследники вот тех казачков, разбойников, которые пришли в Сибирь, я думаю, еще вот в волне первых казаков, когда уходили, чтобы сохранить свою старую веру от династии Романовых. Вот, закончил рассказать. Родилась моя. Скажите, пожалуйста, а вы появлялись в камео в своих фильмах? Несколько раз мне предлагали это сделать, но нет, я отказывался. Мне говорили, давай сыграешь какую-нибудь роль. Режиссеры предлагали. Нет, я отказывался пока, ну не знаю, может быть, в дальнейшем как-то будет. Я смешным образом появился к камео, вы знаете где? В романе Фредерика Бекбедера «Идеаль». Вот там он упоминает, он говорит, что русские так много водки пьют? Читали бы лучше Геласимова. Это он написал, получается, уже лет 10 назад, мы тогда с ним еще не были знакомы, с Фредериком, а познакомились в прошлом году, нас познакомил Леша Гуськов, Алексей Геннадьевич Гуськов, народный артист России, мы сейчас с Бекбедером дружим, и вот когда мы с ним познакомились сначала по переписке, он как раз мне написал, что для меня большая честь с вами подружиться, потому что я очень люблю ваши книги на французском языке. Вот, сейчас мы с ним замутили общий проект. Вот, во-первых, смотрите, я объясню вам, на мне, вот видите, толстовка Фредерик Бекбедер, видите, я сейчас выпускаю на моем издательстве «Городец», вот тут написано «Городец», его новый роман мы выпустили, который никак не называется, а там на обложке смайлик просто, графическое название у романа, смайлик, но мы так для себя назвали «Человек, который плакал от смеха». Фредерик отдал в мое издательство этот роман, потому что мы с ним дружим, по блату, я печатаю новый роман Бекбедера, и мы с ним делаем еще целую серию книг французской современной литературы, которая называется «Коллекция Бекбедера». По моей просьбе Фредерик присылает список его любимых современных французских авторов, молодых, я его попросил именно молодежи присылать, мы их переводим и издаем в «Коллекции Бекбедера». Вот время от времени он приезжает к нам в Москву, мы куролесим, выпиваем в баре Менделеев, закусываем и рассказываем про книжки. Вот, если замутим с ним кино, ну там, я думаю, мы вместе выйдем в качестве камео. Мы будем трезвые, я обещаю. Спасибо. Ваше вероисповедание? Я православный писатель. Ага, спасибо. Сейчас покажу. Вот, вот. Очень интересная встреча пишут. Спасибо. Мне тоже очень интересны ваши вопросы, друзья. Вопросы просто идеальные. Прекрасные. Желаю дальнейших творческих успехов. Можно вопрос, да? Да, да, да. Услышал чей-то голос. Задавайте. Меня зовут Галина Кутугутова, я работаю в библиотеке. Привет, Галина. Вероисповедания православных христианин. Но вы жили очень долгое время в Якутии, и есть ли у вас какие-то такие, наложилось ли на вас наше якутское верование? Шаманское? Плывдухов. Да, да, да. Ну, не только шаманка, вообще. Конечно, надо наложить. Ходите ли вы на охоту и... Понял. На рыбалку езжу, езжу в Астрахань. Я до сих пор, когда на рыбалке нахожусь, я огонь-то кормлю. Байна, водочкой я плескаю всегда. На что мои московские друзья говорят, ты что, дурак, водку переводишь? Я говорю, нет, надо подбросить водки в костер обязательно. Ну, конечно, отложилось. Все это очень интересно. И когда я Роман Холл отписал про наши якутские морозы, я очень хотел туда ввести тему шуманизма, мистическую, вообще тему якутского мистицизма. Но вы знаете, друзья, Галя, я побоялся, потому что, во-первых, страшно чисто, ну, потому что страшно, да, нельзя за это отвечать перед духами. А во-вторых, я вот боюсь, что я не так глубоко знаю, как требуется. Это еще ответственность большая, понимаете, да? И духовная ответственность прежде всего. Поэтому, вот может, если я дозрею, еще в Якутск приеду и поживу там, да, и пообщаюсь с мудрыми людьми, то, может быть, я в свой Роман Холод и я снова возьмусь за него и перепишу его. И тогда, может быть, я туда вставлю вот эту тему. Мне, кстати, издательство Бичик, вот там у меня книжка стоит на полку про якутских шаманов, они мне подарили с предложением, чтобы я, может быть, изучив эту книгу, а она нонфикшн, это нонфикшн, документальная книга о якутских шаманах, исследования, чтобы я, может быть, взял и написал какой-нибудь художественный текст, может быть, даже роман. И вы знаете, мне нравится это предложение. Книга лежит, я на нее смотрю, время от времени ее открываю, и когда у меня образуется время, это уже скоро наступит, я сейчас скоро освобожусь, я вплотную сяду за эту книгу и даст Бог, друзья, я напишу хороший якутский роман про шаманов. Да, это важно. Спасибо за вопрос. Так, еще у нас вопросы потихоньку заканчиваются, или еще есть монеты? Ну и мы уже разговариваем долго, полтора часа. Еще чуть-чуть, тогда какой театр рекомендуете посетить в Москве? В Москве? Сейчас подумаю. Ну вот я перед отъездом в Самару успел сходить в школу драматического искусства. Есть такой замечательный театр, и я, кстати, когда-то в нем много работал, мой мастер создал этот театр в школу драматического искусства. У них очень любопытный вишневый сад. Вот мы посмотрели Чехова. Интересная постановка. Вы знаете, вдруг Чехов меня в одном месте тронул до слез. Обычно я так на Чехове скучаю, да, в театрах. А здесь Тамгаева роль, ее играет заслуженный артист Республики России, Игорь Яцко, и мой друг, он сказал, он так сильно сыграл одну сцену, что я заплакал. Поэтому вот если хотите эмоцию испытать, и при этом послушать очень красивый текст Чехова, в школу драматического искусства Вишневый сад. У них же, по-моему, в октябре будет спектакль по роману Шадерло де Лакло, французский роман 18 века «Опасные связи». Если помните, был такой замечательный фильм с Джоном Малковичем, Умой Турман и Киану Ривзом. Это прекрасный был фильм. По-моему, делал Стивен Фрирс, но я не уверен. Но это гениальное кино. Вот этот спектакль тоже идет в школе драматического искусства. Ну и, конечно, я очень люблю большой. Ходите в большой театр при первой возможности. Балет это самое прекрасное искусство на земле. Драматический театр значительно меньше меня интересует, чем балет. я очень люблю Балет. Спасибо. Спасибо. Тут написали Будем ждать ваш якутский роман. Да, 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 я буду ждать. Кто автор иллюстрации обложек ваших книг? Как вы относитесь к изображениям обложки ваших книг? Вот это сложный вопрос, потому что я вот раньше издавался в Эксмо до того, как ушел в издательство Городец, в котором сейчас сотрудничаю активно и руковожу определенными процессами в этом издательстве, книжными сериями руковожу, и соответственно я все свои книги забрал из Эксмо, там права не стал продлевать. Вот, в том числе из-за обложек я ушел из Эксмо. Мне не нравились обложки, которые делали в Эксмо, они очень какие-то ну дурацкие, что ли. Мне не нравится холод, обложка холода мне не нравится, понимаете, как Эксмо сделала. Вот сейчас сделаем в Городце, я прям клянусь вам, граждане, народ саха, холод в Городце выйдет вот как надо, даже если что, привлечем якутского художника, чтобы сделал нормальную картину, такую четкую, потому что Эксмо делали очень попсово, даже ну пошловато. Они делают для продаж, понимаете, но я не самый, как бы сказать, коммерческий автор. Я все-таки занимаюсь серьезным делом, в общем штукой. Я же не Дарья Донцова, что мне упаковывать в коммерческие обложки, это глупо. Мне очень нравятся мои французские обложки. Французы делают отличные обложки, правда, они очень тонкие, но у французов много вкуса, их художники потрясающие. Вот если сейчас будет любопытно, возьмите, погуглите обложку Геласимова книги Рахиль на французском языке. Это просто произведение искусства. Рахиль на французском очень красивая. У американцев тоже Рахиль очень интересная. Сейчас еще подумаю, что у американцев какие-то. А, у них жажда красивая. Там, знаете как, у американцев жажда это такая бутылка водки, а внутри нее танк. И вот это круто смотрится. То есть, танк внутри бутылки. Потому что у меня же там ветераны чеченской компании, они бухают. Вот американцы красиво изделяют обложку. Вот. А у нас в городце пока являюсь я. Человеком, который задает ТЗ дизайнерам. Я сам придумал обложки пока для своих книг. Но вот придумал для розоветров. Если вы увидите розоветров, вот там такая красивая карта, медальон с изображением Богородицы и такая золотая цепочка. Мне очень нравится эта обложка. Вот эту обложку придумал я с моим другом Анконом Теушниковым. Мы придумали просто дизайнеру клуба Газгольдер. Есть такой замечательный в Москве клуб Газгольдер. Это лейбл известный рэпа, рэп-культуры. Я с ними связан, потому что работал над романом чистый кайф о рэп-культуре. И вот дизайнеры Газгольдера сделали нам обложку по моему ТЗ для розоветров. Мне она очень нравится. Стильная, красивая, крутая. Эксмо просто отдыхает. Вот. Спасибо. Спасибо. Татьяне слово. Да? Да. Давайте слово. Я поняла. Слово Татьяне. Татьяне Месниковой. Дайте слово. Она здесь? Татьяна, мы вас не слышим. Нету. Добрый день, я не Татьяна. Татьяна здесь, да? Слышим, слышим. Светлана Попова поедет. Я не Татьяна, но я хотела бы сказать, что, Андреевич, замечательно, что вы с нами. Великолепный слог ваш. Вживую вас слышать и наслаждаться таким красивым языком, русским языком, настоящим. Для нас было, ну, как для филологов, да, в частности, для меня огромнейшее удовольствие. Спасибо вам большое. И, наверное, от имени Национальной библиотеки хотелось бы вас попросить, Андрей, пожалуйста, вот для читателя Национальной библиотеки пару пожеланий. Пожалуйста, скажите, мы это запишем и обязательно сохраним в нашей хронике. Конечно, скажу, да. А это у вас что за мост со спиной? Якутский мост, который строится? Да, это с намеком. А он такой будет, да? Вот такой красивый? Да. С такими закатами якутскими. Ой, как здорово. Очень хочу такой мост. Все, давайте, записываем пожелания читателям. Друзья, дорогие читатели на Республиканской Национальной библиотеки Республики Сахар. Кстати, которая раньше называлась, по-моему, библиотекой имени Пушкина. Мы называли ее Пушкинкой. Я в этой библиотеке провел недели, если не месяцы, когда учился в Якутском государственном университете. Я ее просто обожаю. Ее очень любил там сидеть. Я знаю все читательные залы. Я знаю все курилки, которые там были под лестницей. Сейчас, наверное, их нет уже. Куриц-Пощенов в библиотеках, я понимаю, в наше время было можно. И вот с этой библиотекой для меня связаны очень теплые чувства. Я там влюбился в свою жену, между прочим. Потом женился именно в библиотеке. Я всем вам желаю тех же часов, которые я проводил там, ощущение кайфа от этих книг, которые там накоплены. А я перечитал там просто тонны и литературы по учебной работе, и художественной литературы. И самое главное, я желаю вам здоровья и того, чтобы в библиотеке вы тоже встретили свою судьбу. Я люблю вас, друзья. Спасибо огромное. Андрей, можно? Аина. Извините. Так, Андрей, было очень замечательно. Провести вечер с вами. Спасибо. Для нас это большая честь. Вы оказались очень открыты. Я этого ожидала, когда с вами переписывались. Мы с вами где-то вместе отрабатывали. Вечер. И хочу предложить давайте дружить. Давайте, конечно. Дорогие участники, сегодня вас было очень много, почти что 100 человек. Давайте запчетлим этот замечательный момент. Все дружно включим веб-камеру и сделаем общее фото. Раз, два, Пожалуйста, включаем камеру. Нет, включаем камеру. Я дождусь, пока все включат камеру и сделаю общее фото. Есть такой значочек слева в углу внизу. Значок камеры. Для памяти. Галя, а мне нужно что-нибудь делать? А вы можете там улыбаться. Как мы. У-ху! Да. У-ху! Андрей. Подождите, еще не... Очень мало народу включило. Участники, давайте постараться. Книголюбы, книголюбы в историю войдите, включайте свои видео. включаемся, включаемся. Так. У меня будет 4 секунды, 4 фото, потому что у меня 4 экрана, народу много. Улыбаемся. Улыбаемся. Ча, поехали. Так. Одно фото есть. Сейчас пойдет второе. Потом это все смонтируем в одно большое фото, постер. Так. Вторая страница. Улыбаемся. Третья страница. Улыбаемся. Третья страница. И... Ну, у нас осталось три страницы сегодня. Все? Я сделала. Все, да? Белее. Спасибо. Андрей, можно еще пару слов перехватить? Конечно. Хотим пожелать вам крепкого, как якутский алмаз здоровья, самое главное в это столь непростое время, да? Спасибо. Якутская земля, она все равно энергетически вас подпитывала, всегда вдохновляла. Огромного вам творчества, вдохновения, и хотим сказать, что мы неимоверно гордимся нашим земляком вами. И огромного просто вот мировой известности желаем, и хотим сказать, что мы вас очень на самом деле любим и уважаем. Спасибо. А я очень люблю республику Саха. Я на самом деле горжусь, что я четверть века я провел в республике в Якутске. Горжусь, потому что, ну, я питаюсь энергией этой просто огромной прекрасной темой. Уруи Айхал, друзья. Уруи Айхал. Спасибо, что с нами сегодня. Пока. Счастливо. Всем пока. Всем пока. Спасибо, Андрей Валерьевич. Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Очень здорово. Увидимся. 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 Звоните, пишите, я всегда готов. Увидиться надо еще в жизни, вот в реале. Я приеду. Приеду обязательно. Выберу время приеду. Ну, не знаю пока. Вот у вас сразу якутская практическая мысль. Когда? Накрываем стол или нет? Рыбу оставлять? Нет? Рыбу строгать уже, да? Я расчехляю лодку, и мы с вами. Юколу уже пора сушить, нет? Давайте, строгайте. Строгайте, еду, друзья. Пока. Мы самые замечательные. Едем. Все, чабр дубэ. Строгайте. Продолжение следует...